всем добрый вечер потихонечку до подтягиваемся смотрю вот вот ну и как обычно всегда спрашивала ребятки есть ли вопросы по вчерашнего занятия может быть по билетам какие-то вопросы если есть задаю вот так потихонечку все забираемся понятно что пятница у нас сегодня в ней плановая ну так получилось как конечно не хотелось бы но вечер пятницы это конечно жестко водители обычно это самое святое время суббота воскресенье выходной ставятся машинки в гараж собираются кстати между прочим я чуток явился сзади вот последнее время смотрю собираются женские кандидаты в гаражах женщин которые водители вот стоят машинки в гараже смотрю они сначала просто собирались кофе пили а сейчас смотрю это со мной как-то вот сегодня это летом вот до ночи в августе в начале сентября что-то заехал ну не посуднив свой ряд а так проехался так кого-то искал я не помню и смотрю они столик вынесли такие у по венца бутылочка сели такие сидят там четыре девочки сидят смотрю венец опьет так вот ему пятница срослась как интересно раньше мужики ну понятно я допустим помню приезжаешь в этот самый вечер в пятницу после работы а там смотришь монал там у того такой длинный был а на мангале уже то две курочки то кролик на вертилле так крутится пацаны уже кричат давай к нам 100 машин давай потихоньку подходил на стуха там лекарь что-то еще кулеш там такое образование царе я холодный да это думаешь яблая яблая а запах стоит безумный ну понятно что домой приходишь она как всегда рассказывает потом на следующий день что пятница у тебя удалась вот так ну что три минутки у нас осталось если я жилю все кто подтянулся всем опять же добрый вечер если есть вопросики какие-нибудь задаем вот так потому что но сегодня тоже кима и сегодня мы даже еще и не заканчиваем мы закончим сюда наверное сегодня закончим знаки ну я так думаю что закончим знаки это его закончим там посмотрим может перейдем дальше может и не перейдем дальше ну видно будет так ладненько давайте да и нас таки начнем так и раньше начнешь раньше не закончим мы все равно начнем как-то раньше вот помните где мы закончили вот от того чего закончили сегодня дальше и внимание на экранчик вот этим мы вчера закончили до конец населенного пункта у нас следующие более указатель общих гарантий скорости возможность использования дороги ну и тут у нас вот привели небольшие такие вот определения знак усырается на въезде украины в максимальных скоростях на различных дырвах возможность использования знак с названием урного перевала тремя местами для табличек о возможности его проезда в данных погодных условиях но и приводительные указательные направления схема проезда с указанными перекрестками и развилками дорог ну в принципе эти значки они встречаются довольно таки редко вот так это выглядит вот они указатель скоростей второй здесь записано средний это на перевалах вот она так как вы были средний закрытый открытый до зорьего вот так они еще могут быть 1 2 3 или открыто но и вот это вот указатель направлений вот он такой вот но это в данном случае на зеленом фоне это на скоростной дороге у нас на автоматисталях так вот такие вот еще внизу картиночки видите вот вот так это у нас выглядит на дроне то есть далее вот так еще может быть видите так еще может быть ну это мы видели это понятно так далее у нас есть еще вот такие предварительные указательные направления схемы проезда ну вот они вот видите вот здесь немножечко по-другому видите Адесса-Урганск там это Харьков не будет вот 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 такого плана может быть видите тоже ну вот такие вот могут быть но я имею ввиду те которые дальше не убить на белом фоне хотя на белом фоне тоже и вот там дальше вот такие же видите вот Харьков вот далее вот такие вот могут быть Борис Павлите вот может вот так вот это мы уже видели ну и дальше могут быть вот такие вот указатели вот на грани движения пункта маршрута на знаках можно только на на 100 километров до обозначенного на них объекта на него все на символы автомагистралия аэропорта и на их электрограмма знаков становится перед перекрестом на котором вы видите движение в конкретном интересующем направлении вот ну вот данная ситуация вот видите внизу на картиночке вот такие вот вот такой вот указатель вот может быть а вот еще вот такой вот есть у нас это схема движения кстати используется она у нас довольно таки не часто но есть вот так еще может быть видите вот такая вот указано вот вот схема объезда если допустим закрытые улицы какие-то то иногда пишут такую схему объезда то есть там проезд запрещен поэтому нужно если туда хочешь проехать надо объехать это место вот так есть еще вот такие вот таблички объезда со следочками схема направления объезда схема внезаправления дороги с подсказками по маршруту объезда ну вот такого плаза вот они есть прямо налево направо такие вот могут быть еще эти объезды да либо объезд в эту сторону вот так еще может быть дальше название улицы речек и так далее объектов есть только информационный характер вот название улицы вот на ноги реки и указатель расстояния указатель расстояние комитет на ноги можно считать минутами до прибытия ну это так вот так вот образно написали это конечно не есть на самом деле конечно километровые знаки вот внизу это километровые знаки но его километра находится в центре населенного пункта сейчас вот специально на это обратили внимание вот это знак 5 6 7 километровый указатель потому что раньше расстояние от населенного до населенного пункта измерялись от главпочтам до главпочтам сейчас от центра до центра потому что скажем так почта же у нас не одна у нас и у почта и и новая почта то есть тут поэтому где там и если раньше главпочтам находился в центре то сейчас он может находиться где попало вот такие вот еще есть таблички у нас можно встретить читали не понял я вот они как-то иногда подтормаживает номер маршрута имеет название до новой дороги номер маршрута номер трассы вот такого плана ну хотя когда едешь на межгороде то вот эти таблички встречаются довольно таки распространены в ненаселенных пунктах обычно на въездах или на выездах населенных пунктов перед населенных пунктов по разному их ставят вот еще такая вот табличка линия стоп вот те указания места остановки транспорта при проезде регулируемых перекрестков и нерегулированных железнодорожных переездов используется специально информационный знак стоп линия знак стоп линия может использоваться как самосет так и в сочетании с разметкой 1 12 возвращающийся струнею в соседнем случае в последнем случае стоп линия и разметка нужно наноситься в одном сечении дороги вот ну да а те выше таблички они идут со стоп линии ну вот так это в жизни выглядит хотя может быть и без стоп линии хотя тут чуть-чуть просматриваться когда-то было стоп линии вот так еще может быть и далее 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 начало плотной застройки этот знак мы уже видели сейчас он расчехлится потому что нежели что-то с интернетом не очень знаки начала применяется населенный клуб для обозначения начала населенных плотных мы уже читали знаки расстраиваться на всех листов населенных клуб на фактической границе жилой застройки то есть видите вот так начало плотной застройки но эти знаки они разные так вот так это выглядит на дороге видите вот начало плотной застройки так следующая группа наших знаков это все-все-все в одной теме как говорится изменение схемы движения на данном участке приема эти дороги измениться при этом движении установлены новые знаки дальше тут аэропорт ж.д. вокзал и пункт остановки поездов автовокзал автостанция культовое сооружение промышленная зона хочу сразу чтобы эти внимание частично вот этих вот эти знаки картинок я не нашел что нашел все покажу значит извинись движение вот они поехали так у нас еще такая картинка по поводу установлены новые дорожные знаки вот это мы можем встречать это когда устанавливаются новые дорожные знаки нас об этом прибыл привлеждают это те знаки которые недавно вошли в право дорожного движения вышли в движечки в нашей ну вот эти вот значки которые аэропорт вокзал автовокзал культовое сооружение и что-то у нас еще промышленная зона да точно промышленная зона такие вот это не очень давно вышли эти таблички недавно ну и дальше идет то что у нас на границах как правило у нас уже в Харьковской области есть такое вот сейчас начнется вот прикордонная смуга вот так может еще валенить вот так вот еще может быть доприкордонные смуги у нас тут если едем по дороге у нас тут контролерный прикордонный район когда мы заезжаем в этот район вот у нас такое вот еще значок есть вот а уже потом уже смуга и с этими знаками мы почти закончили не почти а закончили это был по себе знак в пятом полке нашего наше право дорожного движения вот следующие следующие у нас что вот у нас есть вопрос с чего значение е-40 м-03 это номер дороги номер трассы если открытие если открыть бумажном экземпляре карту украины допустим карту автодорога украины допустим или же в телефоне то можно просто забить трасса е-40 и сразу на карте высветится нам это если забивать через интернет сразу высветится вся трасса е-40 или же м-03 то есть это там дорога при названии ну как бы номер дороги которая откуда-то откуда-то идет перед стоп-линией обязательно нужно соответственно значит смотрите ребята смотрите табличка стоп-линия либо же нарисованная стоп-линия они рисуются на светофоре то есть когда загорается запрещающий сигнал добрый вечер Светлана когда загорается запрещающий сигнал светофора то вот эти табличка и эти знаки говорят где мы должны останавливаться то есть чтобы выполнить тремление красного сигнала светофора вот так вот это не значит что мы должны обязательно загорелся нам зеленый мы должны там впереди три машины проехали мы должны подъехать остановиться потом начать движение ни в коем случае если работает светофор это все не действует но в данной ситуации табличка стоп-линия или или совместно с стоп-линия нарисованной на земле они действуют вдвоем допустим только лишь для того чтобы показать место где мы должны остановиться на запрещающий сигнал светофора вот потому что если их нет на светофоре то мы останавливаемся так чтобы было видно сигналы светофора ну я думаю я ответил да есть еще опросики задаем или пойдем дальше у нас знаки сервиса веселые картинки как я их называю встречается редко сейчас покажу встречается ответ на знаки сервиса и только тогда когда вы что-то ищете на дороге то есть если ищете допустим покушать чего-то там или чучу чего-нибудь ну они тут все они не сложные в общем то скажем так они легко читаемые то есть ну что тут тут ничего страшного нет вот это самое для заик вот два и видите потом табличка с тремя буквами дай ну это ж понятно что проезд без взятки запрещен понятно вот пристанище зарежет если я там понятно чашкой побьют пьяные елки в общем бомжи на прогулке ну в общем не сложно сейчас все это расскажу так поехали с самого первого фонд медицинской помощи и больница не перепутать они по разному видите клиника здравный тя вот это и больница вот это далее далее телефонная связь так скажу сразу на старых дорогах советских еще можно встретить такой значок и даже можно встретить столбик на котором когда-то висел телефон этот даже я когда-то видел телефон но он в таком страшном состоянии посмотрите сколько лет прошло понятно что еще в советские времена с таких телефонов трубки обрезали кому-то они наверное нужнее были поэтому их обрезали а телефоны стоят некоторые до сих пор стоят что-то неужа там такой ржавый ужасный где-то я встречал когда-то не очень давно огнетушитель это применится для информационного участника движения вместо размещения тушителя в пределах дороги это может быть специальный пациент или небольшое помещение шкаф для размещения тушителя скажите сразу это значит вы выйдете только на заправке заезжая на заправку вы увидите это знака а не тушителя так на дороге нигде вы их не встретите так вот уничтожение машин сирной кислотой пригнали на разбойку лично уничтожили ну в принципе не сложно пункт техосмотра пункт обмойки автомобилей вот деньги ставятся прекрасно потому что прекрасно понимаете то есть в принципе это из того что они стоят у себя чтоб завлечь нас водителей а мы сегодня приехали в чужой город и да ну вот ну нашему характеру ну прийти что на машине какие-то дольчики кусочки пыли и надо срочно на мойку заехать и мы ищем вот тогда зачем где же там мойка в чужом городе это ужас ну а так если кто знает постоянно моются в каком-то одном месте то есть уже не обращают на них просто приезжают на автомойку так дальше вот так это выглядит может еще видите вот и 500 метров на такой-то улице вот так это выглядит может далее пойдем заправочные станции вот и сейчас таких три значка может встретиться первый значок это бензиновая заправочная станция второй значок такой голубенький светленько-голубенький такой симпатичный это газовая это бензиново-газовая заправка совместно это заправочная станция там есть бензин и газ дальше телефон пункт справочной службы пост АИ и туалет ну опять же таки телефон телефон объяснил что справочная служба это когда выезжаешь в город в чужой допустим раньше в городах были такие киоски справочной службы сейчас такого нет опять же таки телефон телефона тоже такого может знаю где то и не будет но наверное вот что есть и на междугородных заправках вот такие вот туалет ну вот смотрите вот они так вот чутко вот на первой и последней картинке вот они чутко показаны заправочная станция пункт телефонной телефонной связи и туалет или забравка туалет больничка вот так вот вот такой у нас еще есть памятка такая небольшая бассейн или пляж и биллазерно-свечный знак позволяет высказать какое ненаглядное все пропадение понятно на нем то что у нас это считается летняя жира одаривает это весьма монетчий знак который говорил водителям пешеходов ослабились дорожный знак бассейн или пляж создан специально для того чтобы в месте установки указать участникам дорожного движения обмещение этого обмещения этого обмещения этого объекта хочу сказать честно откровенно у нас такие знаки я встречал возле наших бассейнов вот где-то вот не прямо возле бассейна вот где-то рядышком так правильно вот тут специально я взял вот эту памятку чтобы идти 6.11 тут даже определение туалет правильно нам присутствует специальный знак в туалет причем участники не знающими информацией обмещения сан-назыка будет тоже сложно понять и привет ну мы это все знаем формируют участников движения вместе с соответствующего объекта ну как я уже сказал это обычно подправочная станция так просто уже туалет типа сактин на дороге вы не встретите питьевая вода ресторан среди столовой и кафе ну опять же таки вот этот значок питьевая вода мы уже не встречаем на дороге практически редко практически очень практически невозможно кстати почему потому что их нет по одной простой причине раньше еще в советские времена у нас такой такие были значки во первых не было питьевой воды столько в магазинах поэтому на дорогах вот междугородных дорогах допустим на море увидел такой значок останавливаешься очередь стоит допустим колонка стоит очередь люди набирают питьевую воду набирают канистры вот в такого плана опять же сказать канистры таких как сейчас пяти вот шести там десятки не было канистры пластмассов были пластмассовые но они были специфические такие интересные вот и люди набирали воду потому что в дороге хотелось пить там и тысячи семьёй дети там это самое пить хотели тоже да и взрослые тоже то есть другой воды просто не было в магазин заходишь воды нет если есть вода какая-то только то она газированная типа какой-нибудь солёной там ничего ужасного ресторан столовой эти значки у нас встречаются очень часто сейчас на дороге особенно там где понастроили целую кучу кафешек всяких вот этих забегаловок как говорят как многие товарищи бегаловок три дубка потому что опасно там хавать я скажу честно это жесть конечно как-то заехал у меня знаком один ну как оказалось держал такую на дороге в Зеленом Гае по-моему такую вот кафешку там где ходили ресторанчики столовки что-то непонятно я как-то зашёл к нему заказали нам просто сказали подошёл тот товарища позвал официану говорит пойдём со мной посели в кабинет он заказал сам совсем другое заказал но тоже но уже сидом потому что мы заказали там окрошку еще что-то второе что-то заказали он говорит этого не надо потому что дорога у вас будет очень очень неспокойная вот естественно понимаете такие столовые готовят что-то если это что-то сегодня не съелось его не выливают выставляют на завтра на послезавтра и это всё через столовую через холодильник через переварку в общем в итоге ты это хаваешь и потом дорога у тебя очень-очень неспокойная и ты ищешь где-то так поехали дальше ну вот интересно пьяные ёлки больница осеница турбаза ну место отдыха скажу так место отдыха у нас сейчас обычно ассоциируется не просто ну раньше допустим было как просто было съезд дороги там беседочка такая обставлена можно было посидеть передохнуть покушать там да там же была вода питьевая в общем-то можно было и помыть посуду и попить водичку и набрать водички то есть раньше это как-то так это было культурно сейчас обычно место отдыха это как правило такая же забегалка три губка вот гостиница или мотель это тоже на дороге встречается особенно там где водителям предлагают отдых отдых вот это еще как-то так встречается турбаза честно на дороге не встречал но обычно турбаза это там где мы приезжаем на какую-то базу туристическую слазим с коня дальше там дальше пешки пешие маршруты раньше это было часто я не знаю сейчас есть это или нет у нас на Украине но в советское время это было распространено но люди у людей был отдых просто они приезжали на турбазу куда-нибудь в Закарпатье и там начинали карабкаться по горам там были специальные маршруты был проводник они проходили определенное количество расстояния от точки до точки где ночевали там варили кашу там еще что-то там варили короче себе еду какую-то там гитара песни ну у людей такой был отдых я допустим ну я не понимаю такой отдых кому-то это нравилось почему тем более это было востребовано сейчас есть или нет не знаю вот ну значки такие не встречал честно не встречал но возможно они есть кстати картинку тоже не нашел всё на кемпинге вместо 나는 стоянки прицепах Скажу так, вот этот знак кемпинга я встречал, есть, он у нас встречается, вместо отстанки прицепов в кемпинге, ну это уже когда въезжаешь в кемпинг, там вот такие вот зачки стоят, есть, и специально там ряд прицепов стоит, то есть есть такая отдельная стоянка там, где просто прицепы. Ну и вот такой значок, где-то когда-то встречал, мы очень-очень редко встречались, если да, то есть можно встречаться просто в кемпингах, вот кемпинг это там, где вы заезжаете на площадку, где оборудованная площадка, там можно поставить палатку, там есть вода, там есть место для примусов, там или для приготовления пищи, но примус вы свой ставите, то есть кто-то ставит разовый баллон в печку, в некоторых таких есть газовые баллоны с печками, то есть ты приходишь туда просто аппаратуруешь кушать, но в основном в кемпингах, как правило, все пользуются своим, свои газовые баллоны с печками, то есть это вот, ну место есть такое, чтобы не задувало там, видите, там и так далее, есть такие места. Дальше, домик отдыха, рабутка, да, начало пешего маршрута, пляжи или бассейн, достопримечательности, ну вот этот вот, лабиринт, это достопримечательности. Что хочу сказать, ну вот этот домик отдыха, начало пешего маршрута, это с одной оперой, вот то, что многие приезжают на базу, на базе, ходить пешком, люди многие, да, вот, и вот на маршрутах стояли такие значки, начало пешего маршрута, и под людишками осталась цифра, а первого маршрута, второго, третьего, четвертого, пятого маршрута, то есть люди, которые шли на маршруты, они знали, что мы идем по третьему маршруту. Дальше, для ночевки стояли вот такие домики, в домиках люди как бы в спальных мешках спали, если, допустим, вот так как-то там вот начало лета или конец лета, там начало осени, если же нет, то просто спали на ковриках, там, в общем, такая фигня, которую тащили, кстати, с собой, с рюкзачками, тут просто на людях не показали рюкзаки, ну а так обычно с рюкзаками таскали. В бассейнере, прежде всего, понятно, я уже рассказывал, вот, ну и достопримечательности, что, ну, видите, тут велоцерковь написано, ну я, допустим, видел этот значок Асканинова, когда проезжаешь, поворот на Асканинова, и вот такой значок, там, что это достопримечательность, то есть можно это все проехать, посмотреть. С знаками сервиса закончили, следующие у нас таблички к дорожным знакам, такой вот, кстати, сегодня, наверное, мы с вами закончим со знаками, с табличками, и я, наверное, расскажу дорожное оборудование, отлично, суперски. Так, таблички к дорожным знакам, уточняют действия знаков, вот, ну и поехали, как бы, с самого, с самого начала, там есть все таблички, ну, тут даже уже внизу есть веселые картинки, которые последние добавили, не очень давно, лет пять назад, вот, поехали, самый первый знак, на котором написано 300 метров, это расстояние до объекта. Через указанное расстояние знак начнет действовать, то есть вот такой вот значок, допустим, кирпич, примерно 25 метров, ну, не 300, а 25, то есть этот знак будет действовать через 25 метров, то есть можно еще припарковаться вот возле банка, там, или еще там, где-то там, да, то есть, а потом дальше же ехать там будет нельзя, может быть, вот так, вот, место для разворота, оно будет через 60 метров, и второй раз продумрирован этот знак уже на самом месте разворота. Этот у нас табличка предупреждает, что через 60 метров, а этот у нас говорит, что вот оно за знаком уже место. Далее пойдем в знак, такой вот, стоп, это расстояние до объекта, надпись стоп на перекрестке, что на перекрестке будет установлен знак 2.2, то есть знак стоп. То есть вот эта табличка у нас просто предупреждает. Вот, и тут вот пометка такая, понимать данную табличку следует так, что через указанное расстояние, в конкретном случае 250 метров, на пути следования будет перекресток, выделитель на этом перекрестке обязан будет не только уступить дорогу, но и остановиться потребованием знака стоп. Движение бездновки запрещено. Вот. Ну вот, может быть, со знаком уступить дорогу, так стоять. Ну вот, раз такой значок, зачитаемый будет, вот это остановиться по штампу и ссор. На расстоянии до объекта, это целью узкоспециализированного табличка, нам приняется только в неносе на табличке, только в зачитании с одним знаком, уступить дорогу. Все. Так, поехали далее. Вот так, это еще можно. Видите? 100, 250 метров. Далее, вот что, расстояние до объекта. И сразу памятка, данной табличке предназначено все равно указать на уровне движения до объекта, обозначенного знаком. А зло информация о расстоянии до этого самого объекта. То есть, парковка направо 100 метров, через 100 метров. Вот видите, да, сказали через, видите, специально написали, через какое расстояние. Ну, вот так это выглядит вживую. Опять тупит. Адем на него. Вот. Видите? Неродная дорога через 20 метров вправо. Так. Да. Далее погнали. Зона действия. Ну, тут, ну, мы такие значковые. Протяженность участка. Зона действия, вот как бы, протяженность участка. И память города. Дорожное движение предусматривает применение данных. То есть, в том случае, если существует необходимость ограничить зону действия некоторых знаков. А также обозначить протяженность опасных участков дороги. Эти знаки предупреждают вас о наличии через 500 метров опасных поворотов. Ну, в данном случае, картинка разбирается. О том, что на расстоянии 150-300 метров за дорожным знаком начнется участок дороги протяженностью 500 метров с опасными поворотами. Вот это не поняло я о том, что зоначивается участок протяженность 500 метров. Нет, ну, это вот как бредные люди, какие-то вот заразные повороты. Ну, это чуть-чуть неправильно. А на речи опасных поворотах, на знак эти опасные повороты через 500 метров начнется. Протяженность 500 метров. Так, поехали далее. Вот так это выглядит. То есть, вот, осторожно деть. Вот он дублируется еще раз. Но уже тут 100 метров, тут уже со знаком ограничения скорости. Далее, вот так еще может быть. Видите? Рекомендованная скорость и протяженность 5 километров. Но учитель табличка это только к этому знаку. Вник, впрочем, опасность, а вник, варвата дороги. Так, далее. Вот такой вот еще значок зоны действия. Так, вот такая табличка обозначает. Зона действия создана специально исключительно для четырех запрещающих знаков. Остановка запрещена, стоянка, стоянка по несчетным, стоянка по четным числам. Вот такие вот значки. Ну, то есть, вот эти вот, в принципе, они только к этим знакам. Не только вот этот значок. Ну, и еще. Так, давайте я так вот прочитаю еще эту, как мы так вот. Подобное сочетание запрещающего знака и таблички зонодействия используется для того, чтобы указать о сцене, о котором будет действовать, запрещающий знак. Так, судя по рисунку, остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена с места установки знака. И данный запрет будет действовать на расстояние только 50 метров. Вот так. Дальше уже не будет. Так, поехали дальше. Так вот, зона действия знака. Знак 7, 2, 3, зона действия отменит действие запрещающего знака. И снова разрешит остановку и стоянку транспортных средств. Короче, чтобы было понятно. Эта стрелка вниз говорит, что знак, стоянка запрещена до знака. За знаком уже нет. Ну вот. Так, еще. Памятка такая. Табличка укажет водителю, что в настоящее время он находится в зоне действия знака остановка запрещена. Табличка применяется для доказания на действующие ограничения на тех участках дорог, где ранее был введен режим запрещения остановки и стоянки. Данный режим до сих пор не отменен. То есть, до знака и от знака. До знака остановка запрещена и от знака до перекрестка остановка запрещена. То есть, вот это двойная такая стрелочка. Табличка в зачеркновении указывает наконец-то на его действие. В данной ситуации уже рассказывал. То есть, в данной ситуации знак остановка запрещена действует только до знака. За знаком уже не действует. Так, поехали Вот так это в жизни То есть видите здесь как бы поворот небольшой Но вот до того поворота До знака остановка запрещена За пешеходным останавливаться уже можно Вот это вот Зона действия, видите как она Получается Вот и до Данная комбинация знаков информации Мы уже читали Вот так это в жизни Мы можем увидеть А вот это походу Эти товарищи, которые контролировали Четкое выполнение этого Знака остановка запрещена Ну в данном случае просто Штормят водителей Мужики в погонах торгуются С одными палками Так, поехали далее Ну как обычно Тоже вот такие таблички зона действия С четырьмя запрещающими знаками Стоянка запрещена Остановка запрещена Стоянка по нечетным и не почетным Числам месяца То есть остановка запрещена Туда 30 метров Сюда 25 Табличка Применция для франции Запрещения остановки Стоянки на участках дороги По фасаду Станет Площадейных подобных участков Дальше Вот так еще могут быть Направления действия Такой вот Знаков перед перекрестком Варификация Это невероятно проста Они применятся для того Чтобы указать Направление действия Знаков С которыми Стоянка То есть знак Движение запрещено И показывают Куда оно запрещено Что прямо можно Ихать Потому что ссылка Показывает Что это знак Действия Только налево И вот Таблички Действия Применятся В основном С запрещающими Знаками 32 33 39 Которые ограничивают Движение Либо всех транспортных Средств Либо их конкретных Видов Ну вот Они в принципе Все С чем действуют Эти таблички Как это в жизни Происходит Вот так Мы это уже Видели Если помните Я уже Показывал Эту картиночку Но мы там Проходили Знаки Знаки Так Вот Такая Табличка Транзит Видите Туда Дальше Вот так Помните Трава Пересвание С травмальной Линии Вот у нас С правой стороны Вот она И направо Налево Опять же Это Опять же Облезно Крещак Вот он Такой Вот Интересненький Да Вот Хорошо А следующее Помните Я говорил Звездочка Красная Снежинка Красная Ну Это не кровавая Снежинка Как некоторые Мне кажется Что такое Кровавая Снежинка Я говорю В смысле Ну красная Это Субботние Воскресные Праздничные Дни То есть В принципе Эта табличка Обозначает Что это Праздничные Дни Табличка Снежинка Установленная Каким-либо Знаком Обозначает Что данный Знак Будет работать Только в выходные Субботы Воскресенье И праздничные И никогда Более Судя по изображению Въезд на данный участок Дороги Будет запрещен Только в субботу В воскресенье Или в дни Сверхственных Праздников То есть Праздничных Дней Прописанных В Трудовом Кодексе Коэмин В остальных Дни Недели Коих Кстати Значительно Больше Запрет въезд на данный участок До дороги Заного Направления Не действует Ну Скажу так Они В основном Действуют Эти снежинки Запрещающими Знаками Типа Остановка Запрещенного Стоянка Запрещена Частенько Вот Это Рабочие Дни Так Табличка Рабочие Недели Судя по Знакам Указано Что данный Знак Работает Только в те Дни Которые Читаются Рабочие Это День С понедельника По пятницу Кроме Праздничных Дней Все Ну А это Сразу Вопрос Дается И вот Вам ответ Далее Поехали Вот так Это Выглядит Видите Хитро Стоит Читается Как Полоса Для Маршрутных Транспортных Средств Только По Рабочим Дням Только По Будням Так Остановка Запрещена Суда Ну Никак К этой Табличке Не Касается Вот Так Может Еще Быть Въезд Запрещен В Рабочие Дни По Этой Полосе Понятно Вот Эта Ссылочка По Этой Полосе Ну Сейчас Тоже Не Подойдем Поехали В В определенные дни недели Время действия Дни недели Табличка Информировать Вводите о том Что действия Обстановленности Знака Распространяется Только На Конкретные Дни Недели Указанной Собой Табличкой Вводитель Распределения К и последов Включительно Обязан Двигаться По Данному Пересечению Здесь Перекрест Только Прямо В Отдальные Дни Недели Они Модуль Выбирать Любое Направление Движения Так Как Какие-то Другие Знаки С такой Таблички Вы найдете Но Именно Предписывающие Его Такой Скажу Честно У нас Такой Глупостью Не занимаются На Украине Время действия Тоже Интересно Табличка 744 Время действия Значает Что Установлен С ней Знак Будет Регулировать Движение В каждый День Недели Но С 8 До 17 30 По Местному Времени Вот Такие Значки Время действия Вот так Может быть По выходным Праздничным По будням В определенный День Вот так Табличка 745 Информировать О том Что Зак Миняется Если будет Судить Только В субботне В воскресенье Или праздничном Так Выглядит Вот так Видите Вот таблички Знак Запрещен По По Времени 7 До 10 17 До 27 А все Остальные Да Пожалуйста Вот так Еще Видите Движение Механических Транспортных Сред Запрещено По Выходным Праздничным Днем С 8 До 22 Кроме Праздничных Днем Вот это Суббота Воскресенье Видите Скорее Сего Они взяли Так Это Для чего Для того Чтобы Показать Нам Вот Что Сейчас Семь 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 И Что Верхний Знак С 8 До 10 Это Будние И Будние А Выходные С 10 До 22 Ну В принципе Это Две таблички Считаю Только Здесь Добавлен Еще Праздничный Проштант Идет Вот Почтант Так Где у нас Следующий Вот Вот Время Действия По Виде Тоже Въезд запрещен Но В определенное Время По будням Поворот Налево Запрещен В будни С 7 До 10 Поворот Направо С 17 До 20 Ну Вот Вот Конкретная Информация Есть Знак Стоп Другие Пождаешь Мы должны Остановиться Ну И дальше Остановка Запрещена До Знак Поворот Вики За Знаком То есть Так Поворот Четко Полное Количество Информации То есть Четко Все Читаем Все Интересно То есть Сами Видите Да Поехали Далее Так Это Мы уже Видели Почему Все Прыгает Вот Так Еще Может Быть Видите Одно С Односторонним Движением Только С 7 45 До 9 45 Вес Запрещен С 7 До 17 До 20 По Будням По Будням То Видите Как Хитро С С С 7 До 9 У Нас Посчитай 7 15 9 45 В Одну Сторон Односторонние Потом Двухсторонние Движения И Потом С 5 До 8 У Нас С С С С С С С С С Односторонние Потому Что Нас С 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 Далее Далее Груза Вид Транспортного С С Для Груза Указывает Вид Транспортного С На Который От С Распространяется Действие Знака Табличка Распространяется Действие Знака На Грузовой Автобус В том числе С прицепом Совершенно Максимальная Масса Более 3,5 Тон Так Ну вот Видно Как это Действует Давайте Еще Вот так Покажу Грузовик Автобус Поворот Направо Запрещен Грузовым И Автобусом Всем Остальным Прямо И Направо Можно Вот так Еще Это Может Выглядеть Эту Дорожку Талычку Мы уже Видели Да Так И Вот Так Еще Можем Выглядеть И Так А Это Транспорт С прицепами Табличка Действия Установленного Знака Следующий Транспорт За грузовые Автомобили С прицепом Полуприцепом Трактор Транспорт 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 Табличка Действия И На Буксировку Механических ТС Судя По Рисовку Ограничение Скорости Жива На данном Участке Дороги И Используется Исключение Для тех Транспорт Которые Попадают Под Действие Таблички Среди Транспорт Могут Действия По Общим Принципам Ограничения Максимальной Скорости Так Что У нас Здесь За вопрос Что Транспорт Допустим Через Микрорайон Ну Например Поняли Как Я понял Там На одной Табличке Было написано На рисунке Было написано Транспорт Транспорт Это значит Что Человек Допустим Ну К примеру Вы решили Поехать Допустим Во Львов Ну К примеру Поехали на машине Да Вот И Вы Заезжаете Допустим В Дожекиев И У вас Везет Табличка Транспорт Показывает Куда Правда Они еще Пишут Ну В основном В основном Если с нашей стороны Езжают Что они Как правило Пишут Сразу Вот В сторону Житомера То есть Можно Ехать Допустим Если вы знаете Хорошо Киев Через сам Киев А можно Ехать Уже По объездной Там же Объездной Сейчас построили Плаго Я не ездил По ней Просто Слышал О ней То есть Можно Поехать Вот так То есть Транспорт То есть Сквозной Проезд Понятно То есть Опять же Если ехать Допустим По Симферопольской Трассе Если ехать Раньше Тезерное Море То Заезжаем В Запорожье Транзит То есть Мы проезжаем Наскрою Запорожье Правда Знака Транзит Нету Но Фактически Это есть Транзит То есть Мы нигде Не останавливаемся Мы никуда Не съезжаем Мы нигде Не ночуем То есть Мы едем Чисто Транзит Через Гор То же самое Через Полтаву Куда едем То же самое Проезжаем Транзит Таким Вот образом Ну Надеюсь Ответил На вопрос Так Пойдем Дальше Вот Такие Вот Вид транспорта То же самое Только для легковых Автомобилей Так Этот самый Установлено Среди Только в отношении К легковых А так же Грузовых Совершенно Максимальная Масса До Трех С половиной Тор То есть Все что До Это А Зельта Мерседес Грузовой Но у него Это фактическая масса До трех с половиной тонн Значит Это все Категория Б И под этот знак Ехать нельзя Больше Восьмидесяти Тут видите Нарисован город И ограничение Скорости Конечно Нонсенс Правда Видите Внизу Анализ Представленный На рисунке Дорожной ситуации Позволяет заметить Что на данном Участке дороги Обозначенные Транспортные средства Имеют право Длиться Со скоростью До Ну Не более Восьмидесяти Все остальные Транспортные средства Не должны превышать Установленное Правда Скоростного резюма В отделах Населенных фунтов 60 км в час Скажу так Сейчас 50 км в час Это устаревшая Немножечка Ну сейчас уже 50 Я не знаю Нонсенс Доключается в том Что В населенном фунте Действительно 50 И вот Такой знак Ставить Ну Может быть На каком-то Участке дороги Не знаю Я не знаю Для чего Такой ставить Вот так Это выглядит Вживую Может быть Видите Вот 90 Это легковый Вот так Далее Вот так Это может быть Въезд запрещен Легковым Грузовым Можно Легковым Нельзя О как Интересно Вот так Далее Автобус И транспортным Средства Забуден Автобус Действует только В отношении Маршрутных транспортных Средств Стоянка Запрещена Маршрутных Транспортных Транспортных Средства выглянет в жизни вид транспортного средства автобуса я уже показывал увидел значки дальше трактор сейчас таблички начнутся там трактора мотоциклы так вид транспортного средства создавания автобуса это мы уже были что два одинаковых что ли а все я понял перескочил вижу что-то хрип какой-то идет вот они трактора только на трактора самоходные машины действуют здесь сюда знака распространяется но на табличке действуют только со знаками дальше идет вид транспорта как подобное одноменное название имеется шаг только к одному типу в данном случае к мотоциклам и мотоколяскам ну сразу определение к мотоциклам то есть двухколесные механические транспорты либо с боковым вместо такого кроме того в мотоцикле также трех и четырех колесных транспортных средств которые имеют массу в снаряженном состоянии превышающую 400 килограмм такой таким образом помимо собственного мотоцикла и мотокрасив табличка вид транспортного средства имеет отношение к трициклам и квадроциклам вот так вот ну все знаю вот так видите вот захочется заправку подъехал остановился заглушил подкатил вручную заправился выкатил назад завел и поехал почему я объясню потому что на мотоциклах особенно бензиновых они сейчас все бензиновые работают свечи свечи там искра нас на заправках очень часто особенно летом можно принюхать запах бензина и чтобы не произошло беды и заставляют включать подальше так вот так это в жизни движение прямо автобусом и мотоцикл всем остальным можно поворачивать так велосипеды то же самое то данная ситуация только велосипедом остановка заключена только ведь но тут чуть-чуть неправильно у нас мопеды и скутера отдельно есть картиночка к сожалению здесь у них нету есть вот такая вот картиночка парковка велосипедом опа вот она так дальше перевозящие опасные грузы и транспорта так правда так дальше способ постоянно постановки на стоянку понятно что вот они все способы постановки на стоянку если мы видим знак стоянка и способ постановки мы можем стать только так как показано на стоянку хочу на что обратить внимание ребят легковые все машины грузовые машины ставить на стоянку можно как показано на первом вот этом вот рисунке вот на большом рисунке только так можно доставить все транспортные средства все остальные остальные способы постановки на стоянку можно установить только легковые автомобили и мотоцикл с боковым прицепом то есть с коляской все остальные таблички показаны для легковых или мотоциклов 761 только лишь для всех и для легковых для грузовых для мотоциклов с коляской без коляски то есть вот это вот все для автобуса вот это вот показывает табличка все остальные таблички только для легковых мотоциклов с прицепом так вот так это выглядит в жизни картиночка еще вот такая грузовик вроде да но у него разрешенная максимальная масса до трех с половиной тонн он не нарушает останавливаясь вот так вот вот видите даже как уже говорится ранее любого вуза на тротуаре делать нечего независимо отражено максимальная масса ну туда стоючка подумаем водитель зубов автомобиля грубо нарушил правила ставки потому что он пропавался с нарушением в подписанных табличках ну вот так они указали вот перескочили на следующую ну ладно перескочили на следующую таким словом на ставку только мотоциклы и легковые автомобили в данном случае газель это легковой автомобиль совершенно максимальная масса мы просто организуем легковой автомобиль на стоянку то есть вот таким вот образом вот далее вот так вот тоже видите показали что у стоянки платная и по способам парковки будут их парковочные места поэтому показали как это выглядит дальше стоянка с неработающим двигателем вот такая штука вот ну то здесь это понятно в основном такие значки у нас на стоянках которые в микрорайонах там или рядышком значит ну естественно вот видите как знак 7-7 стоянка с неработающим двигателем а именно те только стоянки не остановки то есть огромное количество транспортных средств зарезня от окружающих сведомых на перегазах оставляют все вокруг отравляя людей животных растения что как как-то иммунитие ракты которые отрицательные позиции от действия достижения цивилизации на природу правила предусмотреть создание специальной дублички стоянка с неработающим двигателем короче много много текста толку мало просто просто и понятно чтобы не зарезнять воздух поставил на стоянку выключен мотор и иди куда ты ходил вот так это выглядит с неработающим двигателем видите зупынка вода транспорта с неработающим двигателем так поехали дальше ну эту табличку мы уже встречали направление дороги достаточно сейчас вот так что для указания на этом сайте используется знак направления лана дороги право требующего вода транспорта с неработающими схема перегрузки была максимально приближена к реальной фактуре видите вот видите как на нижнем рисунке перегрузка организация данного требования существенно облегчает жизнь автомобильным любителям конечно так в жизни это выглядит вот так видите как интересно опа так вот так может еще вылететь так полоса движения вот она табличка полоса движения принесли то что указать полосу на которую будет распространять свое влияние установлены из таблички знамы в данном случае движение грузовых запрещено висит надо определенной полосой то есть по левой полосе ехать к грузовикам нельзя в жизни это выглядит вот так ограничение в 130 130 по другу крайней полоса дальше по одной полосе 90 здесь 70 а здесь крючевая полоса она заканчивается и вот так еще может выглядеть и вот въезд запрещен въезд запрещен по определенной полосе вот пошли дальше сейчас опять мы встретим табличку которую мы уже встречали вот где троечка с такой вот бесконечностью я уже говорил это количество поворотов мы проходили эти знаки и под нее встали вот такие таблички я рассказывал сколько поворотов будет цифра подозначает сколько там будет поворотов паромная переправа помните эта табличка действует со знаком этот сам выезд на набережную или берег какого-либо водоема если стоит такая табличка то это выезд на паромную переправу так далее во время гололеда либо во время снегопада гололеда либо во время дождя то есть влажное покрытие скользкая дорога вот так у меня здесь памятка поэтому сочетание какого-либо знака с табличкой влажное покрытие означает что он распространяет свои регулирующие действия только на то перед дымом когда проезжая часть влажная так поехали далее ну это понятно платная парковка показано как парковать вот и про против паркомата дальше скажу что вот место для осмотра автомобилей эстакада водитель называется эстакада подобно сочетание знака произведена про информацию на стадочной площадке или месте он предусмотрен либо эстакада либо смотровая канала водитель может воспользоваться ими даже в профилактических целях хочу сказать честно на старых советских дорогах на больших ну дальнего исследования таких вот союзного значения как Москва Симферополь который проходит через наш Харьков по этой дороге есть и на Киеве тоже есть вот такие эстакады ну как показано вот на знаке это слишком красивая эстакада на картиночке у нас таких нету обычно это сделано из плит из железобетонных фундаментных плит плюс плиты которые вот так заезды вверху вот они есть но они в ужасном состоянии почему потому что на эти эстакады заезжают грузовики зачем-то меняют на них масло ну и да сэкономим деньги в дороге пришло время замены масла хозяин дал деньги на замену а водитель поменял его сам ну просто если ты сам меняешь ну не будешь ты свиньёй возьми в ведро сливь в ведро ну опять же ведро для грузовика ведра маловато поэтому они сливают чернозим это жесть конечно и в яме этой на эстакаде вообще находиться сложно потому что там что-то такое себе заглажено маслом и вот это бензомасляными отходами что там просто нереально там в туфлях залезешь а выглядишь тоже без подошв потому что подошв на ухо осталось в этом месте так как это на дороге на дороге это выглядит вот так вот вот такую вот табличка ну саму эстакаду я что-то не знаю ну как-то не стало мне вопрос чтобы показать как она выглядит живую не искала я такую картинку ну как-то так далее слепые пешеходы данная пличка применяется со всеми одноименными знаками пешеходный переход и вот эти вот по самому пешеходному видите и вот так это мы уже видели так инвалид следующее инвалиды табличка применяется со знаком парковка парковочное место 538 указа что данный участок назначен для стоянки только тех транспортов которые поправляются водителями инвалида первой и второй группы или перевозят таких инвалидов или инвалидов детей то есть только для таких праймин предусмотрена специальная опознательная транспортная сельсия инвалидов становится с передачи транспортной сельсии которые управляют водителем или привозят таких водителей. Ну, мы знаки будем эти проходить. Вот как это выглядит вживую. Зона стоянки для зоны стоянки, пока нет способ остановки и только инвалидам. То есть нормальный выдан нельзя. Вот такой вот значок. Это кроме инвалидов. То есть вот остановка запрещена и за поднимем табличку кроме инвалидов. То есть данная ситуация. То есть здесь могут останавливаться только инвалиды. Все остальные не могут. Вот. Торошее время инвалидов означает, что какой-либо знак установленный с ним не распространяется. Если она транспортная система, в котором водители инвалида 1-2 группа или привозят таких инвалидов для инвалидов детей. Поехали дальше. Вот так это выглядит. Кроме инвалидов. Остановка запрещена. Кроме инвалидов. Дальше полицейские лежачие 20 метров. Через 20 метров. И рекомендованная скорость 20 км в час. Все четко, честно. Так. Время. Ограничение продолжительности стоянки. Такое бывает. Человек надолго не сваливал. Там на сутки, на двое. Для нормального функционирования парковок или увеличения количества транспорта на них примется. Соответственно, парковка. Парковочное место. Это вылички ограничения продолжительности стоянки. Вот такая. То есть ушел. 30 минут прошло. Нету тебя. Ну хорошо. Через 10 минут приезжает эвакуатор. Грузит тебя. Ищи машину на штрафплощадке. А платить придется такую нереальную сумму за каких-то несколько часов, что потом в следующий раз задумываешься. Стоять я на такую парковку вставить на машину или нет. Ну вот так это в жизни выглядит. Парковочное место с неработающим длительным на 30 минут. Не более. Вот еще вот такие вот таблички. Действует сын. Дата, с которой знак вступит в действие. Вот смотрите. 12-го первого, к примеру. Вот. То есть по знакам, которые начинают действовать, позже число на знаке устанавливается, чтобы выдели привыкли к знаку. То есть видишь такой значок. Ну не нашел таких табличек у нас. Ну и дальше пошли веселые картинки. Вид опасности. Четко. Вот. Прочие опасности какие. Частое столкновение. Вот. Часто можно покружить. Вот. Там, где развиваются пешеходы. Вот. Велосипедисты. Ну и лыжники. Вот еще. Лыжники на дороге. Могут появиться лыжники. Вот. Табличку такую под знаком. Я не встретил. Знак лыжники нашел, а табличку не встретил. Но лыжники имеются в виду вот такие вот товарищи. Могут появиться на дороге лыжники. Так. С этим закончили. Вопросы. Если есть. Задаем. Потому что следующий раз светодорожное оборудование. Вот. И будет нам счастье. Здрасте. Что, народ? Не? Никак? Вопросов нет, да? Ой, е-мое. Нифига себе. Слушайте. Ну. Прямо ожидиваю. Я ожидиваю. Ну, ладненько. Дорожное оборудование. Поехали. Дорожное оборудование применяется как вспомогательное средство регулирования дорожного движения. ДД. Это могут быть вот такие ограждения из светово-сигнальной оборудования в местах строительства и реконструкции в дорогах. То есть, вот такие вот могут быть блоки-фундаменты с вот таким вот освещением. Могут быть вот такие стойки. Вы их встречали. Могут даже вот такие быть. Ну, сейчас покажу, как это все примерно. Ну, не везде такое, конечно. Ну, вот они фундаментные блоки. Видите? Могут вот такие вот стоечки быть. Я уже показывал. Вон они там. Ну, дофига их. Кстати, вон и пластмассовые вот эти стоят. Ну, вот так могут еще пластмассовые быть. Видите? Красное-белое, красное-белое, красное-белое. Вот такая целая куча значков там еще поцеплено. Могут быть вот такие ограждения. Видите? Вот выставлено. Далее. Охраждение. На мостах, потеплодках, эстакадах, насыпях, закруглениях малого радиуса и пешеходный. В чем прикол? Вот когда мы едем. Видите, как тут красненькие аньки. С другой стороны должны быть беленькие аньки. Только красненькие должны не с этой стороны быть. Ну, не важно. Почему-то как-то так неправильно. Так. Орожение пешеходное. Ну, это заборчики, через которые потом, которые, эти заборчики, которые поставят вдоль дороги, которые заставляют нас потом перелазить через эти заборчики и часа через дорогу, потому что аж 100 метров, вообще 50 метров идти до пешеходного перехода для нас далеко. Ну, и это я говорю не к тому, что мы перелазили через эти заборчики, а к тому, что вообще-таки надо идти по пешеходному, переходить. Это живее будешь. Потому что через заборчик перелазить. Слушайте, ребята, наш народ это вообще оригинален. Я когда-то наблюдал картинку, честно скажу, обалдел. Метро Московский, просто там точка была, класс, я там работал. Вот представьте себе, от, там пожарная честь, с правой стороны стоит, короче, где тролинус салтовский приходит, останавливает людей, высаживает, да. Вот. И через дорогу пошла бабка, там по центру раньше стоял заборчик такой. Ну, небольшой такой, ну, до пояса может быть. Вот. И дорожка протоптана. Но, видать, заводчане команду дали руководство завода, и там взяли вот эту секцию, которую выбили, ну, где люди все ходили, взяли, приварили. Но, откуда взять эту секцию, допустим, пришли сварщики, ну, откуда они ее возьмут. Они посмотрели, вот этой секции нет, и следующая секция, и следующая. Вот они взяли через одну секцию, переставили сюда, там, где, ну, уже протоптали дорожку. И вот, вы смотрите, бабушка такая, ну, уже такая, ну, прилично бабушка в возрасте сумочки, подошла к этому заборчику, рядышком подсунула сумочки, скрабкалась этот заборчик, легла вот так на него, вот так легла, ну, вот так вот легла, короче, на него, вот так. Вот. Покачалась, покачалась, бяг на другую сторону, встала, отряхнула такая себе сумка, взяла, пошла, е-мое, ну, хорошо, я уже не говорю о том, что там переходить нельзя, ладно, бабушек старых, понятно, спуститься в подземную, там, где метро, перейти на другую сторону, очень далеко, ну, хуже всего подняться, ладно, это я понимаю, ну, зачем перелать через забор, если, посмотри, вот секция, вот секция, дальше секции нет, просто обойди вот так, нет, наши так не обходят, лучше поедут через забор, это я к чему говорю, к тому, что даже, вот, пожилые люди, да, даже пожилые люди, они не обходят, они, он не будет, человек, наш, наш человек не будет обходить, валезть через забор, это жесть какая-то, так, вот такие пешеходные рождения, видите, вот есть, дальше, рождение нас находит, по поводу, в сапкадах, насыпях, и пешеходные, вот они вот такие, на закруглениях, видите, вот, вот такие могут еще быть, эти, вот, вот, такая вот маленькая, пометочка, на все написано, вот, видите, как я говорил, с правой стороны, гадарич, тут красненькие, по левой стороне беленькие, но, по левой стороне, как правило, мы не видим, потому что, когда ешь в темноте, мы туда даже не смотрим, вот, дальше, это то, что касалось рождений, световые, направляющие столбики, не световые, просто направляющие столбики, предназначены для обеспеченного видимости, внешнего края обочин, и опасных препятствий, в условиях недостаточной видимости, вот смотрите, вот здесь нарисовано, как они расположены, то есть, на этих столбиках, есть вот такая полоса, полоса, она такая, с этой стороны внизу, и вот так, они направлены, правая вот эта, левая вот здесь, вот, и на них точечка, с правой стороны красного цвета, с левой стороны белого цвета, для чего, для чего нужны эти столбики, ну вот они нарисованы, значит, ребятки, я объясню, когда-то, я, ну, я и видел эти столбики, я даже мысленно не заморачивался, для чего они нужны, если честно, как-то, ну, мне не укладываться ни в голову, как бы, ну, есть и есть, значит, так надо, мысль была, ну, разумеется, значит, так надо, вот, и когда-то, очень давно, на дорогах есть такие участки, дороги, которые, вот в условиях недостаточной видимости, ну, данная ситуация, представьте себе, идет дождь, реально идет, хорошо льет дождь, то есть скорость, в общем-то, небольшая, ну, километров 40, максимум 40, вот, представьте, какая-то такая, небольшая ложбинка, по асфальту идет, вот, где-то вот такой уровень воды, она не то, что там, вот, именно яма, а она такая, незаметная ложбинка, на улице темно, хоть глаз выкалит, понимаете, такие темные ночи, когда кучино нависают, низко, тоже идет, и темнотища сумасшедшая, свет светит, дворники пашут, чуть ли не на максимуме, я еду, еду, я скажу, честно, я ехал, я обалдел, я увидел столбики, на противоположной стороне, и понял, что я еду по встречке, потому, что, реально, не видно разметку, разметка скрылась под водой, я не вижу, где край дороги, я не вижу, где осевая разметка, то есть, ее не видно, но я увидел вот эти столбики, я понял, но я увидел их с левой стороны, я вижу, что я еду по встречке, я начинаю потихоньку убираться, и уже по своей стороне, смотрю за своими столбиками, чуть-чуть приподнялся, асфальт освободился, разметка появилась, все, и чуть дальше заехал, дальше столбики пропали, все, вот для чего они нужны, потому, что действительно, я, честно говоря, где-то, да, я прозрел, и тем более, что вот так вот, это хорошо, что никого не было, просто я еду, чуть-чуть до кампус, думаю, е-мое, а где я вообще нахожусь, знаете, вот такое состояние непонятки, я на дороге, я куда вообще еду, то есть, свет высвечивает, ну, плюс стена дождя, и я вообще не понял, где, и я уже, я увидел эти столбики, как спасение, то, что я уже бросил газ, там начал снижать скорость, еще меньше, там где-то уже 35 было, я просто обалдел, когда уехал, я с тобой начал перестраиваться, обратно, потихоньку, потихоньку, уехал с воды, когда чуть повыше поднялся, там где уже вода, не покрывала весь асфальт, и уже появилась разметка, там край дороги разметка, и осева, я уже ехал по своей полосе, и думаю, фух, вот они для чего, вот эти долбаные столбики, вот, ну давайте покажу, как они еще ставятся, вот так они видят, вот такого плана, они вот тут просто точечки не показали, на вот этих рисунках, вот так они, все на листу, видите, с разметкой, вот, далее, следующее, что у нас еще, что регулирует, по-моему, это регулирует дорожное движение, выпуклые зеркала, ну, я думаю, вы их уже встречали, у нас их очень много появилось, для расширения обзорности водителям транспорта, полежащих перекресток, перед рукой, опасной местности, за достаточной обозоренностью, ну, давайте так, на вскидку, где ближайшее видео, это у нас перекресток Академика Павла и Салтовское шоссе, на выезде из французского бульвара в сторону, ну, на Салтовское шоссе, когда выезжаешь, то на заборе 15 больницы, в церкви, висит такое вот зеркало, для тех, кто выезжает с французского бульвара на Салтовское, направо-налево, там часто аварии, поставили такие вот зеркала, в любую букву, прикольная штука, ну, помогает водителям, дальше вот такое, может быть, я вот так вот стою, может вот так стою, только вот здесь я не понял, для чего, это в горном месте, все не знаю, для того, чтобы дорога узкая, чтобы не попасть в лобоб, с кем-то, едущим навстречу, наверное, на железнодорожном переезде, вот, вот так, ну, я так понимаю, из-за того, что здесь бурьяны, поставили зеркало, чтобы водители видели, что находится там, что находится там, вот так, дальше, ставки размыточные, дорожные, скажу так, евро 2012, если бы не это евро, я бы, честно говоря, никогда не понял, как эти ставки работают, но, в данной ситуации, вот, картиночка, ну, это не наша картинка, потому что наша картинка немножко по-другому, действительно, вот двойная сплошная линия, и вот эти фонарики, ну, вдоль, с одной, с другой стороны, наши, когда делали окружную, и вот выезд, проспект Драгарина, в сторону аэропорта, вот этот кусочек, десятилетия СССР, ну, до Аландау, и до поворота на аэропорт, тоже вот такие вот, раздлинили, двойная сплошная была, но фонарики шли между двух полос, теперь, полосы, прерывистые пола, линии, которые разделяли, вернее, которые, проезжую часть делили на несколько полос, они между ними тоже, вот, вот штрихи, между штрихами стали такие фонарики, прикол заключался в том, что днем, как бы не обращаешь на это внимание, оно чуть-чуть, даешь, оно фары, когда светит, оно, как бы, световозвращатели, все-таки, хорошие, вот, и оно так красиво, конечно, смотрится, обалденно, именно просто, что, во-первых, краска световозвращательная, красивая, и плюс вот эти фонари, когда четко, чуть-чуть, ну, шикарно, конечно, да, повышает видимость, обалденно, дальше, дальше, шумовые полосы, шумовые полосы тоже встречали, их ставят у нас перед пешеходными переходами, для чего, вот, давайте я, наверное, просто объясню, для чего вообще нужны шумовые полосы, ребята, водители, когда, вот, я беру точку зрения, ну, водители, мужчины, я не знаю, женщин, как, не могу понять, сказать, потому что я не женщина, я не могу, я знаю точку зрения мужиков, когда мужики садятся, ездят на своей машине, да, на любую машину водитель садится, не водитель любой садится, на любую машину, я, допустим, когда купил себе машину новую, я к ней прислушивался, наверное, еще там полгода, если не больше, то есть, что значит прислушиваться, то есть, каждый автомобиль имеет свой звук, что входит в гамму, это, вот, в звуковую гамму, я объясню, ну, во-первых, шум двигателя, что именно шум двигателя, это шум трущихся частей, допустим, превосходного шатуного механизма, то есть, это коленчатый вал, это распредвал, шатуны, поршня, то есть, вот этот шум, шум, вот такой вот, дальше, шум работы коллекторов, выкрустного коллектора, резонатора, глушителя, шум работы коробки передач, шум работы выжимного подшипника сцепления, они тоже иногда подшумливают, да, вот, шум резины по асфальту, то есть, резина, она, когда движется машина по асфальту, она создает определенный шум, все это сливается в одну гамму, и если водитель постоянно едет, любой водитель, едет на подсознании, всегда слушает, если в этот шум вмешивается какой-то посторонний звук, водитель сразу отстраживается, ну, для того, чтобы не быть голословным, наверняка вы встречали такое, представьте, вот, вспоминайте, может быть, кто-то встречал, значит, едете вы, допустим, на машине, кто-то там за рулем, разговариваете, там, может, смеетесь, там, все такое, вдруг раз водитель, все восстанавливается, говорит, что случилось, а я сейчас попробую, по-моему, колесо, такое ощущение, что колесо, это не дозакрученное, вы думаете, блин, с чего ты взял, что оно там не дозакрученное, правильно, пошел какой-то легкий стучок, понимаете, подсознательно услышал, четко сработали, руки, взял баллонный ключ, попроверил, все, все сел, поехал дальше, то есть, вот это, вот, то, что слышит водитель, вот эти полосы, шумовые, которые вы видите на экране, они нужны как раз для того, чтобы, я скажу так, вот по себе, иногда бывает так вот, замотаешься, ездишь по воде, устал уже, все, уже ты едешь на автомате, я знаю, что там пешеходный переход, я знаю, но только наезжая на шумовые полосы, во-первых, колеса создают повышенный шум, и только, опа, 40, снизить, там пешеходы ползают, я вижу пешехода, руки, ноги среагируют, но в данной ситуации, мне нужна концентрация того, что я еду на большой скорости, я видел этот знак, но я его не осознал, то есть, вот эти шумовые полосы, дают возможность водителю, как бы, это самое, понять, где он находится, что он ездит за рулем, то есть, вот такие моменты, когда усталость, когда человек, допустим, отвлечен чем-то, допустим, вот такие вот шумовые полосы, они, в принципе, нужны, вот так они были отвлечены на дороге, видите, вот такого плана, вот, следующее у нас, это, устройство стяжения скорости, ну, в данной ситуации, я показал, лежачие полицейские, и разметка, которая их сопровождает, скажу, немножко больше, вообще устройство снижения, ну, я не стал здесь писать, здесь надо было написать, устройство принудительного снижения скорости, не просто снижения, а принудительного, так вот, вот если вот это полицейские, это устройство снижения скорости, то устройство принудительного снижения скорости, они используются на автобанах, на дорогах, на автобанах, называют их полоса для спящих, засыпающих, то есть, она, как правило, справа, и крайне, самое крайне, возят бойников слева, то есть, человек едет, а там маленькие, ну, вот такого расстояния, вот типа полицейские, вот такие бугорочки, они буквально сантиметров друг от друга, сантиметров 10, может даже менее, ну, 10, может 12, друг от друга, такие вот где-то 5-6 сантиметров длиной, пару сантиметров, высоту небольшие, но, в чем ихний прикол, человек, когда движется по автоманистуали, по автобану, я, я скажу, честно, по все время я не езжу по автоманистуалам, почему засыпаю, скучно, однотонность, просто монотонность убивает, вот это вот, ну, сейчас я вообще не езжу, я там вообще никуда, значит, я не езжу, война все-таки, а так вот я жаю, что я обычно всегда езжу куда-нибудь, вот, монотонность просто убивает, я просто больше засну, вот, поэтому человек начинает засыпать, и машина потихоньку уходит вправо, попадая на вот эти бугорки, появляется ощущение того, что машина вот как будто, вот, ну, как у гололеда ее там, вносит, блин, и, хочешь не хочешь, нога сама давит на тормоз, без сцепления, без ничего, просто тупо на тормоз, скажу больше, ехали, это было 2006 год, ехали мы на море, мне как раз машину купили, надо было обкатать двигатель, и мы ехали на море, чисто, чтобы километраж накатать, потому что время было ограничено, нужно было начинать, обучить учеником, вот, и по, ехали уже по скоростной, да, по-моему, наша скоростная, да, наша скоростная, но уже в Днепропетровской области, там, заканчивается таким резким поворотом, и под мост, вот, так вот, перед этим резким поворотом, то есть, тогда они то ли испытывали это, то ли еще что, стояли знаки, там, 110, там, 90, 70, 50, 30, я видел эти знаки, но я потом только понял, что они стояли, то есть, я как ехал, так и ехал, потом взял, там, 90 или 100, я думаю, 95, ехал, так, и тупо ехал, но я когда попал на вот это вот, а там участок буквально, ну метров 50 всего, из 100, вот этой вот дороги, и я на нее попал по тормозам, но это хорошо, что я так сделал, я вам скажу, перед нами ехал парниша на девятке, ну, мы как бы за ним держались, а он так пер хорошо, 140, 130, такой шпарин, нормальный, ну, мы за ним иногда держались, вот, ну, отпустили его далековато, и мы когда вот это, все они прошли, нам еще повезло, что гаишники нас не взяли на радар, а вот тогда вот спуски ставили гаишники, и по радару всех ловили, парниша на девятке, я как раз попался, и вот, под этот радар, ну, а мы проскочили, я понял, что все-таки вот эти вот, ну, что за предназбительное достижение скорости, они нужны, я чего за них рассказал, картинки я такого не нашел, но я за них рассказал, почему, потому что сейчас мы выезжаем, в Европу, многие меня смотрят с Европой, все равно что-то в Европе, кто-то в западном крае, вот, поэтому, чтобы вы понимали, что когда вы столкнулись, что это такое, с чем это едят, ну, в данной ситуации, в социальной снижении скорости, имеются в виду вот такие, то есть, те, которые мы, в общем-то, знаем, ну, нам больше, наверное, встречаются вот такие, да, уже полностью полуукатанные, лежачие полицейские, по-нашему, вот эти, так вшуточно, сказал, сказал, вот, и поехали дальше, что тут у нас еще есть, опять, вот, круглые световые тумбы, предупреждающие, круглые световые тумбы, устанавливаются на разделительных полосах, и расстрелах, без запаса, если помните, я вам говорил за них, вот они вот так выглядят, видите, вот уже, колоси этого тумба, скажу честно, я когда-то видел эти тумбы, на въезде, на, ну, такие крутые заправки, типа, ВОХ, ОКО, на международной трассе, когда ешь, заезжаешь на эту заправку, вот такая такая тумба, и знака без препятствия справа-слева, и ты заезжаешь, она световая, но это было очень давно, скажу так, мне не нравится, году, наверное, восьмом, девятом, может, десятом году, что я посмотрел, обалдел, сейчас все экономят электроэнергию, там уже давно, кстати, экономят, и везде поставили просто табличка, такая, набалеванные белые-черные полосочки, и все, полосочки световозвращательные, то есть, ну, как бы, вот так, может быть, еще вот так, вот, вместо такого светового тумба, видите, вот такие вот, таблички, хотя заправка крутая, а только не очень, так, ну, и последнее, что еще может быть, вот так, круглосветового тумба, ну, данная ситуация, может, не сомнировать, такого препятствия, ставить, какие-то, известуют, отличный вариант, табличек препятствий, таблички, с их линией, информационного поля знака, однако, общепринципальные требования, табличек совпадают, наклоны этих линий, указывают, с какой стороны объезжать, направление объезда, точнее, участок, по которому можно объехать препятствия, таким образом, таблички препятствий, в связи с подписывающими знаками, заключающимися районную манитацию, объезда, меняться на опасную участку дорогу, для указания направления дальнейшего, движения транспортных средств, в условиях объезда, помните, вот эту картиночку, видите, то есть, можно справа, можно слева, вверх, ну, и вот такие вот еще, тоже, подходит, вот, к пониманию световые, круглые световые тумбы, так, ребятушки, так, давайте-ка, сейчас я, вот, смотрите, у нас сейчас остается чуть-чуть, немножко времени, для того, чтобы с вами, порешать билеты, как вы готовы, порешать билеты, потому что, следующая система светофоры, мы начнем уже на следующей неделе, вот, и потом уже будет еще и регулировщик, буду рассказывать, светофоры и регулировщики, так, так что, готовы к дорожным знакам, будем решать сегодня, немножко, у нас у знака есть, приоритеты, и есть немножко, запрещающие, ну, множко запрещающие знаки, тоже не очень множко, скажем так, но есть, так, готовы, я соберу, только немножко, конечно, только немножко, ну, я же помню, что пятница, это же такое дело, что уже пора бы, конечно, и заканчивать, да, ну, давайте немножко все-таки порешаем, я все-таки думаю, что надо, 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 вот, и давайте вот так вот, знаки приоритета, поехали, внимание на экран, вопрос номер один, круг, 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 Продолжение следует... 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 Шо уже все. Так быстро ответили. И не все. Кто еще не ответил? Кто еще там нас сачкует? Чуть совсем. Даже 10 человек не набралось. Нехорошо. Хорошо. Ладно, ребятушки. Я увидел, что мнения разошлись. Но правильный ответ здесь 3. То есть эти два знака говорят о том, что мы едем по второстепенной дороге. На железнодорожном переезде знак уступить дорогу треугольник не ставится. Знак стоп не всегда ставится. А треугольник вообще практически смысл треугольника на железнодорожном переезде. Это что? Получается, поезд имеет преимущество на право и едет по главной дороге. А если мы поедем по путям, то мы тоже будем главными? Или как? То есть, ну, тут неправильно ничего. Поэтому в данной ситуации эти знаки обозначают, что мы что общего этих дорожных знаков это то, что они обозначают, что мы находимся на второстепенной дороге. Что пересекаемая дорога является главной по отношению к нам. То есть, что говорит знак стоп? Знак стоп говорит о том, что мы должны остановиться, осмотриться в разные стороны, посмотреть, есть машина или нет, только потом начать движение. То есть, если есть пропустить, если нет, потихоньку выехать через перекресток. Вот. Вот. Четвертый вопрос. Какой дорожный знак установлен на дороге? Еще по этой, знаете, как еще для вас установлен на данный. Для нас установлен на знак уступить дорогу. Какой дорожный знак установлен на дороге, еще которую мы пересекаем? вот так объяснил. Ну, вижу, вижу, что легкий вопрос. Вижу. Вижу, вижу, что. Правильный ответ. Ответ номер 2. Молодцы. Ну, и давайте, у меня еще есть три вопроса. И подам обсудим. Вопрос номер 5. Какой дорожный знак установлен на ближайшем, на ближайшем, на ближайшем перехресті після знаку дати дорогу зазначеною табличкою? Вот. О, как. Вопрос хитро, так нагло, хитро закрученный, так, ух, хитрюще закрученный. Как раз сегодня таблички мы прошли, да? Как раз в тему так. Опа! Знаки проходили там и не вчера, не вчера, а таблички проходили сегодня. Ещё двое. Ещё двое. Ждём, ждём, ждём. О! Татьяна, Татьяна, она опять отвлекает, да? Вот Оля написала, а я не знаю. Хорошо, давайте я объясню. Смотрите, если у нас, мы едем по дороге, смотрим, стоит знак уступить дорогу и под низом табличка 300 метров, то есть через 300 метров будет установлен такой же знак уступить дорогу. То есть в данной ситуации, в данной ситуации правильный ответ, ответ 1. Вот. То есть в данной ситуации этот, вот если бы под треугольником стояла квадратная табличка, на которой было бы написано стоп, вот тогда был бы знак номер 2. А если просто протяжённость, в данном случае 300 метров, зона действия, ну, через сколько начнёт действовать этот знак, то просто этот знак нам поставили для того, чтобы нас предупредить, что там вот дальше дорога, вот она возможно делать небольшой поворот. И нам сдалека вот того знака, который нам на перекрёстке, нам не видно. Поэтому нам поставили вот здесь этот знак и написали, дали табличку, что через 300 метров будет установлен такой вот знак уступить дорогу. То есть этот знак уступить дорогу, он же стоит просто не на перекрёстке, он просто на дороге стоит с табличкой. и предупреждает нас, что там через 300 метров будет перекрёсток, на котором мы движемся по второстепенной дороге. Понятно, почему первый. Просто потому, что за счёт вот этой таблички он нас предупреждает, что там будет такой же самый знак. Хорошо, вопрос номер 6. Поехали дальше. Я думаю, я надеюсь, ответил девочке на вопрос или нет. Если не ответил, то напишите, что-нибудь непонятно, давайте я ещё отвечу. Оля, Таня. А, понятно. Ну, хорошо. Вопрос номер 6. Читаем. Якова разделит из устрищенной трансферы за собой на ней ситуации. Такая ситуация. Вот это радует. Ах, как все сразу красиво, чётенько. Раз, раз. Правильно, девочки, мальчики, молодцы, ребята. Правильный ответ. Ответ номер 1. Действительно. Почему? Потому, что у нас знак преимущества встречного транспортного средства. Так. Ну, и последний вопрос. Вопрос номер 7. Такая цифра хорошая. Мне понравилась. Какие дорожные знаки установлены на наибольшем перехресте и писять знак даты дороги сразу встанут. Двучка. Краску прошлый раз дал. Ну, так теперь понятно. Теперь же вас уже не обдуваешь, да? А я вам в прошлый раз дал подсказочку. Ай-яй-яй. Ну, может и хорошо. Теперь как раз подтверждение того, что я говорил. Прекрасно. Так. Конечно, была Олечка подсказка. Конечно. Конечно. Ну, как я не... Душа же болит. Вы же все-таки мои ученики. Река. Но самое главное понять, что это подсказка. Вот. Молодцы. Правильно. Ответ проект номер 2. В данной ситуации знак уступить дорогу, но табличка, которая нам говорит, что через 250 метров будет установлен знак, на котором написано стоп, то есть знак поезд для остановки запрещен. Вот. И вся подсказочка как бы, то есть в данной ситуации. Понятно? А вот если вы просто табличка протяженность участка, тогда да. Следующий у нас запрещающий. Знаете, чтобы вы поняли, что я не брифовал. Вот. Поэтому у нас еще куча целая работы не подчатый крат по поводу знаков, по поводу вопросов. Так что не переживайте. Ребятки, я вас обеспечу этим делом. Конечно, можно вопрос. Как это нельзя? Как это нельзя? Жду. Жду вопросик. Пишем. О. О, как. Разрешено ли выполнить развод в техническом разрыве этому транспортному средству? Запрещено. Почему? Объясняю. Технологические... Кстати, вы ездили по нашей скоростной. Вы видели, как там расположены технологические разрывы? Они расположены вот под таким вот прямым углом. То есть, вот ты едешь по дороге, а угол, чтобы туда развернуться, совсем, ну никак не подходящий. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы такие вот, как на рисунке, не разворачивались. На автомаэстрале въезды в разрывы вот эти вот разрывы, технологические разрывы запрещены. Почему? Я объясню. Потому что очень большие скоростя и шанс того, что вас снесут либо тех, кто движется за вами, либо тех, кто идет на встречу, очень велик. А технологические разрывы нужны нам для чего? Ну, представьте себе, магистраль есть. На ней положен асфальт. Ну, вы же знаете, как у нас положен асфальт. У нас положили асфальт, зима прошла, сошел снег, вместе частично с асфальтом. Хорошо, что под асфальтом плиты, они так быстро не сходят. В основном, с этих плит слезает асфальт. Вот. Но они там тоже пытаются обламываться, поэтому дорожные сунки, пригоняют технику. Вы представляете, выехать за 120. Вот наша скоростная, я замечал, получается, до Перещепина, до Перещепина, то есть наша скоростная, там перед Перещепиной есть съезд нашей скоростной. Так вот, до Перещепина она получается где-то, ну, приличных километров девяносто. Сколько там получается? 190 километров. Где-то вот так вся длина. Дело в том, что там расстояние больше, чем едешь по старой дороге. Прилично больше. Так вот, вот представьте себе, на 150, на 140 километров, на 120 километров привези технику. Вы все видели дорожную технику, да? Начинаем с машины, которая грызет асфальт и вот так по ленте, по такой, по конвейеру высыпает в другую машину. Помните такие? Они небольшие, но грызуные такие. Они медленные такие, но грызут асфальт хорошо и кидают сразу на машину. Представьте себе, да? Потом, асфальтовые мачки, это здоровенные, куда приезжают грузовые машины, такие со здоровыми кузами, высыпают у нас асфальт и он же едет, за ним стереться этот самый. А катки, которые вот эти медленно-медленно закатывают этот асфальт, вот эта вся техника, эта вся техника, она имеет одну особенность, она очень тяжелая. То есть, такую технику, как каждый раз, если привозить каждый день на один и тот же участок дороги, представляете, расход по горючему какой, сумасшедший. Машины же дизеля, тягачи в основном все дизеля, потому что дизеля, самый мощный мотор, это дизели. Вот, и представьте, хорошо привезли, а куда ее деть, эту технику? Так вот, эта техника, выполнив работы, заходит вот в эти технологические разрывы. В этом технологическом разрыве будет будочка охранника, будочка бытовка. Утром автобус привозит рабочих, рабочие в эту бутылку переодеваются, запускают технику и выходят на реконструкцию дороги. Отработали день, пришли, ручонки помыли, переоделись, все рево-автобус приехали домой. Техника остается вот здесь. Вы поняли? Вот эти технологические разрывы нужны для того, чтобы там стояла эта техника. Но ни в коем случае не для разворотов. на автомаэстрале развороты через технические разрывы запрещены. Только едем по дороге, проезжаем под мостом, поворачиваем, заезжаем на мост, через мост и в обратном направлении. Вот так мы можем сделать разворот. Вот эти вот мосты это развязки. На автомаэстрале мы можем пользоваться только ими. Ничем по-другому, по-другому, другим мы не пользуемся. Понятно? И вот здесь правильный ответ запрещено разворот технологическое назначение. Еще вопрос. Это ради Бога не зашли, Господи. Слушайте, мне нравится, когда вы задаете вопросы, знаете, я понимаю, что я это самое. Это меня так немножко будоражит, потому что я 10 месяцев так вот долго не работаешь, начинаешь тупить, что-то забывать. А вы так меня держите в тонусе. Это хорошо, очень хорошо. Почаще задавайте. Я это очень важно. Поэтому, если вдруг непонятно, обязательно задаем вопросы. Хотел честно сказать, вот это вот вопросик, это у нас из пункта 27, по-моему, если я ошибаюсь, или 28. Это пункт движения по автоматическому и дорогам для автомобилей. С этого пункта взят. Хорошо. Еще вопросик есть. так, пишу домашнее задание, да, так, прочитать, мне надо прочитать, значит, пункт 33, 33, а что, пункт 33 полностью, так, пункт 33, нет, не так, нужно писать тз. Так, пункт 8, по-моему, да, 4, кажется, нет, 8, 6, пункте 8, точка 6, вот, дальше, пункт 33, полностью, так, так, ага, ябщеный, встых, все знаки, клы и дэш, и дэш, и дэш, и дэш, такой, не понял, еще, еще работает, ябщеный, встых, все знаки, клы и дэш, и когда дэш, лекла и дэш, еще работает, а, проедешь, да, так не бывает, если вы едете за рулем, то все знаки, вы едете, невозможно не увидеть, значит, это честно сказать, так не бывает, хотя нет, скажу так, сейчас бывает, во-первых, вы, только начинайте свою карьеру водителя, вы поймите правильно, что, а что вы хотите от себя, ребят, давайте так, давайте сразу определимся, вы садитесь за руль, я понимаю, что у вас садят, мужья, папа, там, не важно, друзья, очень хорошие друзья, близкие, садят за руль, что вы видите, вы вцепляете всю такую руль, со всей пролетарской недавистики, надеялся, и, знаете, я своим девочкам говорю, которая у меня учится, у меня, ну, спится руля, а там она такая сделана, я говорю, слушай, я говорю, ты видишь, тут специально такие выемки, для груди, так, лас на грудь, грудью на руль, и вперед езжай, говорю, что ты творишь, у тебя от лба до лобового стекла, говорю, пять сантиметров, сейчас какая-нибудь кочка, и ты долбоднешься головой об стекло, говорю, сядь нормально в кресле, понимаешь, а вы что, вот так в цепи, так вы же видите, не больше десяти метров перед машиной, понятно, почему, страх, страх за машину, страх за кого-то, я знаю, насколько девочки, особенно девочки, вы умительны, вы сами себе придумываете опасности, сами себе в них верите, вас пока потом от этих опасностей отцепишь, и даже подняешь, что ничего страшного нет, вот попробуй, ты все поймешь, вы начинаете верить в себя, это уж какой-то кошмар, поэтому сейчас, за сейчас я не говорю, сейчас вы вообще, я вообще удивляюсь, что вы хоть что-то видите, хоть какие-то знаки, а вот через вот, когда вы будете каждый день ездить за рулем, даже через полку, вы вспомните, вот этот вопрос, Олечка, и вы поймете, что вам просто смешно, как можно ехать по дороге и не видеть знаки, я, когда с ребятами уже едем, везде по городу уже частенько катаемся, я изначально сразу говорю, ребята, они надо вцепляться, они надо смотреть, когда ты смотришь 10 метров перед машиной, ты не видишь общей картины, и даже если ты видишь, говорят, так там же ямы, правильно, но яму надо видеть сдалека, для чего, для того, чтобы у тебя было время посмотреть по зеркалам, с какой стороны ее объехать, а когда ты яму видишь в 15 метрах, у тебя нет возможности смотреться, либо крути рулем, а в это время тебя может кто-то обгонять, потому что ты не убедился, либо ныряй в эту яму, понимаете, я очень люблю, теперь, то же самое касается пешеходов, вот вы едете, вот я говорю, смотри, ну ты сейчас вцепился, ну 10-15, а я говорю, надо смотреть вдаль, вот посмотри вдаль, вот видишь, там вот машина, и да, дорога там делает поворот, видите, вот туда надо постоянно смотреть, человек смотрит, потом 3 секунды, 15 секунд, все, потом опять, смотри, опять уже вцепился, ты что вцепился, дорога с односторонней, дорога с малоинтенсивностью, а вдруг, я говорю, вот паразиты слова, выбрасывай, а вдруг, а если, а не да, мы ездим, и видим только то, что есть сейчас, сию минуту, и сию секунду, мы не придумываем, а вдруг, вот если что-то будет, мы это увидим, а придумать, а если вот стоит пешеход, а если он побежит, да не надо тебе думать, если он побежит, ну побежит, пока дешево на капоте, ну это шутка, конечно, если побежит, ты увидишь это, но увидишь издалека, а не тогда, когда он уже у тебя будет на капоте, понимаете, очень правильно, поэтому, я вообще не знаю, если вы даже сейчас ездили с кем-то, я вообще не знаю, что вообще какие-то знаки видели, потому что, и то, наверное, скорее всего, Смотри, какой знак висит. Потому вы что-то увидели. Поэтому я нормально, это нормально. Я это прекрасно понимаю. Но когда уже начнете конкретно ездить, уже четко получите права, уже будете мотаться, кататься, уже будете вспоминать курсы. Я так боялась, так страшно. Вот тогда вы поймете, что водители, они как правило, сдалека эти знаки все видят. Во-первых, потому что это информация. Кстати, мозг, честно говоря, никто специально на них не смотрит. Никто. Но подсознательно водитель смотрит на дорогу, он как бы подсознательно, боковым взглядом, он видит все эти знаки. И те, что здесь, и те же самые знаки, которые расположены на другой стороне дороги, он в моем случае их видит. Единственное, когда водитель обращает внимание на знаки, это когда заезжает в незнакомый населенный пункт, когда действительно дорога незнакомая. Когда идешь по навигатору, ладно, он хотя бы гавкает тебе какой знак, куда, на главную дорогу, там не главная дорога, он хотя бы гавкает. Но если, допустим, не гавкающий навигатор, то заезжаешь и понимаешь, что я, допустим, очень много въездил по обычному атласу Украины. Обычный атлас, бумажный. И вот когда по атласу Украины едешь, то сильно не включусь от дороги. Поэтому едешь и смотришь о знаке, указателе, куда, где шоу. Вот тогда, да, тогда ты четко едешь по указателям. Вот. А так, по городу, допустим, я езжу, я даже не, я когда сажусь в машину, у меня первая мысль, я завожу машину. А в это время думаю, так, мне надо ехать туда-то, и я прикидываю мысль на маршрут, куда я поеду. Бывает честно такое, что я приезжаю, я даже, а мне говорят, да как ты ехал, там же закрыто. Я говорю, где закрыто, а там? А я, а я даже не помню, я там ехал или нет. То есть подсознательно я там везде проехал. То есть глаза видят пешехода, все-все-все видели. Начинаю вспоминать, я все вижу. Все вспоминаю. Ну как я ехал, я не помню, потому что голова была забита чем-то другим. Но вот тот маршрут, который я нарисовал, я четко его выполнил. И это нормально. Многие водители так ездят, это нормально. То есть когда ты уже нормально, когда вы научились нормально ездить, когда уже будете самостоятельно, то есть уже не будете, я не говорю бояться, бояться будете всегда. Если вам кто-то скажет, я не боюсь, не садитесь этим человеком, это кандидат в смертники, потому что если человек теряет страх, страх у каждого души, если человек теряет страх, он смертник, то есть он уже находится на грани смерти, то есть он в любом случае где-то разобьется, он не понимает риск, он не чувствует, ему мало, он постоянно хочет еще больше, лучше к тому человеку больше не садитесь, потому что пострадаете вы ни за что. Ну это так, от себя, на всякий случай. Так, Олечка, ответил на вопрос или как? Оля, Шевченко, хорошо, есть еще вопросы, задаем. Вот, молодцы, хитрецы. Все, ну все тогда, ребята, давайте, действительно, хороших вам тоже выходных, всем хороших, спокойных, тихих, самое главное, выходных, и главное, чтобы светлых со светом, о, вот, самое главное, всем до понедельника, до свидания, всего доброго и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok